И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В данном видео я в неочередной раз вынужден вернуться к разговору о таком, в кавычках, политике Российской Федерации, как Владимире Жириновском. Что же меня сподвигло, тире заставило продолжить говорить об этом так называемом в кавычках политике, тире в кавычках патриоте России, именно в кавычках. Причин 2. Помните тот самый видеоролик на моем канале, который вышел буквально день назад, в котором я говорил о том, что армяне объявили войну России? Война в двух направлениях. Интересно, крайне интересно совпадение вот этой уже объявленной армянством войны в сторону Российской Федерации и вдруг возникшем скандале между бывшим работниками МИДа Азербайджана и Жириновском. Не находите, что это крайне странно? При этом российские СМИ в большей степени обращают почему-то внимание не на действующего католикоса армян и не на его заявление о необходимости отзыва, подписи о капитуляции армянских сепаратистов с договора, который был подписан в Москве. То есть это объявление войны Путину, то бишь и России тоже, так как он президент России и он подписывал договор о капитуляции. Почему-то опять-таки Россия, терророссийские СМИ не обращают на это внимания, но уж очень пристально рассматривают заявление бывшего работника МИДа Азербайджана. Не странно ли, действующий католикос и бывший работник МИДа, что перевешивает? Тем не менее, то, что перевешивают, на это российские СМИ не обращают внимания. И при этом оба эти события произошли буквально с разницей в один день. Это просто совпадение? Тем более данный так называемый, в кавычках, работник, бывший работник МИДа Азербайджана делает такое заявление, как будто бы подыгрывая католикосу, келькийскому католикосу армян о продолжении конфликта. Потому что он все-таки задел россиян. Как к этому отнестись? Вопрос интересный. Как отнестись к российским СМИ в связи с тем, что они обращают внимание на один аспект и не обращают внимания на более громкие заявления, уже исходящие от армянства? Смешно? Я бы не сказал. Второй причиной, которая заставила меня записать данное видео, это видеоролик, вышедший на одном из российских, кстати, каналов. Газета ТВ. Да, те самые достаточно крупные СМИ, на которые пригласили Владимира Жириновского. Давайте послушаем, что он говорит и раскроем ту ложь, которую он успел вложить даже в полторы минуты, ну и часть данного ролика. Я дальше не буду вас мучить всеми остальными бреднями, которые озвучил Владимир Вольфович. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Владимир Вольфович, ну вы довольны, что на 50 лет этого человека не будут пускать в Россию? Или же надо было жёстче, чтобы его, наоборот, в Россию привезли? Здесь есть вопрос в чём. Его очень могут сильно наказать даже свои. Вопрос в том, что он подпортил отношения между Россией и Азербайджаном на многие-многие годы вперёд. Ну, в отношении того, что подпортил, я согласен, то, что на многие годы вперёд, нет. Потому что происходили более ужасные события, исходящие от России, в стороны Азербайджана. В частности, если исходить из высказываний Владимира Жириновского. Ведь Владимир Жириновский – действующий депутат, а тот, о ком идёт разговор – бывший работник МИДа. Это так, к слову. Для того, чтобы напомнить Владимиру Жириновскому некоторые моменты. Я уж не говорю про Затулина, тоже действующего депутата. Я не говорю о выступающем неоднократно на российских телеканалах, такой, в кавычках, личности, как Багдасарове и так далее. Ну, а давайте продолжим. Вот это он не понимает. Что теперь, там, где будет вопрос стоять, поддержать Азербайджан или Армению, население будет требовать, чтобы руководство страны поддержало армян. Поскольку от армян мы не слышали никогда никакой гадости в отношении русских отдельных лиц всей страны. Так, опять-таки ложь. Владимир Жириновский забыл свои собственные слова, когда он заговорил о том, что из Армении, кстати, русских вытуряли первыми. Изгоняли. Он забыл. Это его были слова. Этого мало. Он забыл свои слова и плевать на Армению, ведь это он тоже посвятил, потому что Армения выступает против России. Он забыл, как в Армении жгли российские флаги. И этому есть многочисленные факты. Как оскорбляли российских журналистов. Можно приводить многочисленные свидетельства этому. Как армянство глумилось и глумится над Россией. Не так ли? Я не буду сейчас вам показывать все эти видеоролики, когда армяне заявляют, что русские оккупанты и так далее. Владимир Жириновский, вы лжец. Вы лжец. И вы еще раз лжец. Я даже, обратите внимание, не говорю о том заявлении, которое сделал католикос Киликийский. А стоило, видимо, тоже озвучить. Но вы можете послушать видеоролик «Армяне объявили войну России» и убедиться в правоте моих высказываний. Давайте продолжим прослушивать заявление Владимира Жириновского. Вот это он не понимает. Поэтому, как такой человек мог быть послом, это, конечно, не годится. Если бы, конечно, была Российская империя, царский режим, его бы давно заковали в клетку, провезли бы по всем городам России и приговорили бы, так сказать, к долгому сроку каторги, тюремного заключения. Ну, если сейчас Россией руководили бы тюрки Малой Азии, а ведь они руководили достаточно длительное время Россией, Русью, то, думаю, что Владимиру Жириновскому дала бы плаха. Просто плаха, на которой он был бы решен столь драгоценной головы, в кавычках драгоценной. Не так ли? Продолжаем. В советское время там, конечно, КГБ бы поработало как следует, ибо руководителем Азербайджана был Дейдар Алиев, хороший человек. Если сейчас был бы Советский Союз, то за оскорбление, которое он неоднократно посылал в сторону республик, в Средней Азии, Кавказа, думаю, что ему даже не дали бы эмигрировать. Это был бы не тот случай. Больничка, больничка и еще раз больничка. Надеюсь, вы понимаете, о какой больнице я говорю. Продолжаем. Я его знал, и там бы, конечно, он присяг бы на корню. Этот человек никогда бы больше нигде не появился. Но сейчас демократия у нас. Вы же видите, в Грузии один журналист, негодяев, кормил президента. Ну и что? Практически это все произошло на нет. И так происходит полсистра по всем нашим бывшим республикам. И все началось не сегодня, и не даже в перестройку. Все это началось с первых лет советской власти. При царе все было нормально. Так, давайте поговорим и на эти аспекты. При царе все было нормально. При царе. Да, при царе все было нормально, если только не задать вопрос о нормальной жизни во времена царской России у народов Сибири. Интересно, что сказали бы Ивенки, которых практически не осталось? Что сказали многочисленные другие народы Севера о правлении царской России? При русском царе все было нормально. А как же убыхи и адыги? И ужаснейшая их судьба. Как же это? Как превращение татар в русских? Это же тоже процесс шел. Постепенно их превращали в православных, заставляя, тире подталкивая. Это же тоже была царская программа. Не так ли? Теперь давайте поговорим тебе о большевиках. О большевиках. В отношении большевиков он сказал правду. Частично. Правда... Это правда половинчатая какая-то. Он ведь ничего не сказал о том, что большевиков никто не звал в Туркестан, а большевики пришли и устроили резню. В частности, в Эргане. Неужели он об этом не знает? Когда убивали женщин, стариков, детей. Неужели он об этом не знает? Большевиков никто не звал на территорию АДР, Азербайджанской демократической республики, Грузии и даже столь любимой им Армении. Ложь, ложь и еще раз ложь. Владимир Вольфович. Давайте еще некоторое время послушаем, что он говорит. Владимир Вольфович, я хочу в этой ситуации разобраться как журналист. Вот у вас упрекают дум, что вы однажды назвали азербайджанцев баранами. Скажите, это суть действительности или это ложь? Это опять они все вытушивают. Что вытушивают? Да. Во-первых, это может быть лет 10 назад было. И никого это не волнует. Я это говорил про всех людей, не про азербайджанцев. Речь шла о выборах. Я говорю, вот, навяжут какого-то человека, какой-то... То есть он признает, что высказывание было. И все-таки в сторону так или иначе, хотя бы косвенно Азербайджана. Правда, он говорит, что это было 10 лет назад. И что якобы никого в Азербайджане это не интересует. Но спросите у любого азербайджанца, у его отношения к Владимиру Жириновскому. Я бы посмотрел, как это не интересует азербайджанцев. Кроме этого, он же продолжал оскорблять Азербайджан и после этого. Не так ли, Владимир Вольфович? Неужели вы только думаете, что азербайджанцы сейчас помнят то заявление, когда вы оскорбили азербайджанцев баранами? Но нет, нет, нет и еще раз нет. Давайте с вами послушаем, как он глумится над историей всего Азербайджана. По нему ли глумится и над азербайджанцами, как народом, проживающим на территории Азербайджана. Давайте послушаем. Я очень надеюсь, что данное видео все-таки вспомнит Владимир Вольфович. Очень хотелось бы в это верить. Так, заранее прошу прощения, если что-то будет открываться не так, как планировалось. У края проживающие. Что называется Азербайджан? Я на русский язык перевожу. Азер, Хазер Денизи. Каспийское море. Баджа край. То есть люди, проживающие на берегу Каспийского моря. По-русски, Каспийцы. Что, национально что ли? Каспийцы, люди живущие там. Мы говорим, по Волжье. Там у нас есть морейцы, татары, башкиры. А в принципе, по Волжье. Вологодчина, Псковщина. Я надеюсь. Что можно сказать? Если это не оскорбление, то что же? Оскорбление целого народа. Что народа не существует. Владимир Вольфович, вы, видимо, запамятовали об этом? О вашем отношении к азербайджанцам? Вы ненавистник. Всего, что связано с тюрками. И пора, видимо, я даже скажу больше, именно русским, проживающим в Средней Азии и на Кавказе, собрать подписи именно русским. Потому что он подставляет под конфликт именно русских, проживающих в Средней Азии и на Кавказе, с местными народами. Он провоцирует к этому конфликту. Понятно, что в Азербайджане этого конфликта все равно не будет. Мы понимаем, кто такой Владимир Вольфович. Но он же будет продолжать, он же не остановится, пока, видимо, на него не будет заведено уголовное дело. По оскорблению национального достоинства целых народов и государств. Пора, видимо, за решетку. Вы же сидели в Турции. Теперь, видимо, придется посидеть в России. Как-то так. Я очень надеюсь, что кто-нибудь возьмется за составление петиции касательно того, чтобы Владимир Вольфович наконец-то оказался за решеткой. Где ему самое место. Но знаете, что меня еще заинтересовало? Меня заинтересовал вопрос о том, что нашего, так называемого, в кавычках, бывшего работника МИДа на 50 лет запретили посещать Россию. А что же Симонян? А что же сам Владимир Вольфович? А что же Затулин? А что же Габриэлянов? Может быть, их тоже пора выслать из России за разжигание межнациональной розни? Или нет? Решив гражданство. Думаю, вопрос интересный. Напоследок я хочу показать вам статью, которую я уже не буду анализировать никак. Вы сами послушайте. Юрист рассказал, как наказать экс-посла Азербайджана за слова о русских свиньях. Ну, это то, о чем я говорил. Я сейчас не буду дальше продолжать, потому что, на мой взгляд, это явная была провокация агентов, возможно, Запада. Потому что, с одной стороны, бывший работник МИДа Азербайджана, с другой стороны, киликийский так называемый католикоз. Чуть ли не одновременно сделали высказывание, которое уж точно противоречит тому подписанному договору о капитуляции армянских сепаратистов. Как минимум, действует во вред данному подписанию. Не так ли? Это вопрос к зрителям, дорогие друзья. Подытожить данное видео, чтобы поставить окончательную точку, я хочу простейшим вопросом, несколькими вопросами. Верите ли вы в совпадение этих двух высказываний, исходящих от киликийского католикоза армян и бывшего работника МИДа Азербайджана? Верите ли вы в просто совпадение? Это первое. Второе. Не считаете ли вы, что ваш слуга прав, что россиянам, точнее сказать, русским, проживающим на Кавказе и в Средней Азии пора уже собирать петицию в отношении того, чтобы Жириновского решили прежде всего шансов избираться когда-либо в российский парламент, в Российскую Думу и отправить его за решетку за то, что он подставляет, так или иначе провоцирует народы Кавказа и Азии на противозаконные действия против также граждан этих республик, этих регионов русской национальности. Я опять говорю, в Азербайджане, я могу уручаться только за Азербайджан, в Азербайджане этого все равно не будет, но провокации-то продолжаются. Не так ли? Ну что ж, теперь уже точно все. Я с вами попрощаюсь. До следующих встреч на моем канале. Всегда ваш Сиидов Кямран. До свидания. До свидания, дорогие друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова